всем привет меня зовут конопелька на елена я имиджмейкер и это видео о очках о солнцезащитных очках часто люди пытаясь выбрать себе солнцезащитные очки задаются вопросом какие очки для них наиболее подходящие потому что если у вас форма лица не самая идеальная ну я имею ввиду что у нее могут быть какие-то свои уникальные особенности то выбрать очки бывает порой не так уж и просто поэтому можно руководствоваться некоторыми правилами первое правило самое главное чтобы очки подходили вам по уровню контрастности по уровне контрастности вашей внешности также мы должны обращать внимание на форму нашего лица а также на форму наших глазниц все наверняка слышали про такие очки как авиаторы у них такая очень характерная каплевидная форма и как раз эта форма повторяет глазницу и самый идеальный вариант чтобы эта форма стекла совпадала с вашей глазницей потому что авиаторы могут быть выполнены чуть-чуть по-разному они могут быть более вытянутые более острые более скругленные и для вас надо выбрать самую подходящую именно вам оправу именно самый идеальный для вас вариант да существует очень расширенная типология лица это овальный треугольный сердечко квадрат но если говорить об общих характеристиках то лица можно условно разделить на более скругленные а также на лица с большим количеством геометрии в чертах если у вас более скругленное лицо вам лучше выбирать такие очки в которых наоборот эти круглые элементы меньшинстве если же вас наоборот более геометричное лицо вам для того чтобы как-то смягчить ваше личико лучше выбирать более скругленные формы также вы должны помнить если выбираете очки у которых форма более скругленные это добавляет несколько женственности а чем более выраженные углы это добавляет несколько резкости в наш образ также очки у которых выражены углы акцентируют внимание на носу и на скулах да да заметьте именно на этих наших чертах лица поэтому если вы не обладательница очень ровного идеального носа лучше выбирайте какие-то менее подчеркнуто геометрические формы можно обратиться каким-то более скругленным более сглаженным вариантом но не выбирайте очень нарочито подчеркнутые резкие линии если вы обладатель довольно выразительного носа вы можете менять пропорции своего лица при помощи очков каким образом например выбирая очки с более низко расположенные перемычкой например обратите внимание на джона леннона на то как он выглядит в разных видах очков когда перемычка находится на более низком уровне то его нос выглядит более пропорциональным таким же приемом можете воспользоваться и вы чем у вас более выраженные скулы и более вытянутые черты лица тем более вытянутые формы оправ вам лучше выбирать чтобы сделать более гармоничную форму у квадратного лица лучше выбирать такие очки у которых перемычка расположена довольно высоко таким образом лицо станет чуть чуть более вытянутые его пропорции будут более гармоничны если у вас более вытянутые лица вам лучше выбирать такие очки у которых довольно широкие элементы такие как например и дужки или же перемычка между стеклами если уже вас наоборот лицо круглой или квадратной формы, вам следует избегать очень широких элементов. Помимо того, что надо обращать внимание на форму, контур вашего лица, также существуют определенные общие правила, которых следует придерживаться всем. Например, очки не должны занимать более одной трети части вашего лица. Также очки не должны лежать у вас на щеках или скулах, и они не должны скрывать ваши брови. При выборе очков есть один тест. Что вы можете сделать? Вы должны надеть на себя очки и опустить голову вниз. Если очки не падают, значит эти очки довольно хорошо вам подходят, по крайней мере по размеру. Также еще один вариант, как мы можем проверить, подходят ли вам очки, ну хотя бы по одному критерию, а именно по размеру, это если мы надеваем оправу, прикладываем наши руки около нашего лица и должны прочувствовать, насколько далеко выступает оправа. Если она выступает очень далеко, лучше выбрать очки чуть более компактной формы. Выбирая очки, мы должны помнить, что этот аксессуар не только, который защищает нас от солнца, но это также, как и любой другой аксессуар в нашей внешности, он влияет на наш облик, и он должен подчеркивать наши плюсы и как-то нивелировать некоторые наши недостатки, так скажем. Очки, например, даже способны или скрыть возраст, или же наоборот прибавить нам лет. Поэтому, если женщина уже в довольно элегантном возрасте, ей следует выбирать, например, такие очки, как хамелеоны. Это поможет несколько зрительно омолодить ее лицо. Один очень из распространенных видов оправ очков это очки кошечки. Очень многие знаменитости любят эту форму оправы. Надо помнить, выбирая такую форму, что она прибавляет несколько стервозинки в наш образ. Поэтому, если вы выбрали такую оправу, почаще улыбайтесь. На сегодняшний день существует огромное разнообразие форм солнцезащитных очков, форм оправ. Они выпускаются очень именитыми брендами, ну и также дублируются в репликах, чтобы они были более доступны большей части населения. Но выбирая очки в более бюджетном варианте, вы должны помнить, что хоть они в основном и копируют именитый бренд, но есть такие характерные особенности, которые могут выдать именно реплику в ваших очках. Это, например, если вы выбираете стальную оправу очков, то чаще всего в репликах есть спайки. В оригинале этих спайк нет. Также, если обратить внимание на серийный номер, чаще в более дорогих брендах он впаян в дужку очков. В более дешевых версиях он напечатан. Также напечатанный логотип на стеклах очков в дорогих брендах он очень тяжело выводится. В более дешевых он стирается на раз-два. Ну и в принципе, когда вы будете держать в руках эти очки, я имею в виду, если вы возьмете очки оригинальные и очки реплику, вы можете почувствовать уже по ощущениям, какой вариант более надежный и более качественный. Потому что в более дорогом исполнении он будет более прочный, более приятный на ощупь. Как вариант, который я могу предложить со своей стороны, это не выбирайте именно копии дорогих брендов, а просто обращаться к более бюджетным маркам, которые также специализируются на выпуске очков, у которых также есть свой почерк, можно сказать, и также предоставляют очень широкий выбор оправ. И у них, во-первых, очень хорошие защитные свойства, а также очень хорошие варианты именно в плане дизайна. Поэтому лучше не гнаться за именем, повторять какой-то именитый бренд, если у вас нету возможности купить оригинал, а выбрать хороший вариант в более доступном формате. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, я размещу еще много интересного материала. А если у вас остались какие-то вопросы, записывайте их в комментариях под видео, и я обязательно отвечу. А может быть, даже сниму отдельное видео на эту тему.